ДИПЛОМАТИЧНЫХ МИСІЙ ДИПЛОМАТИЧНЫХ МИСІЙ ДИПЛОМАТИЧНЫХ МИСІЙ ДИПЛОМАТИЧНЫХ МИСІЙ ДИПЛОМАТИЧНЫХ МИСІЙ ДИПЛОМАТИЧНЫХ МИСІЙ ДИПЛОМАТИЧНЫХ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛЛАГА» – это помник усім населенным пунктам Гомельской в области, які были знищены на окупованной территории. 1452 вёски, 51 з яких так и не отродилася, была спалена разом з усімі жахарами. Безвинными ахвярами карных операций. ДИПЛОМАТЫ – перакананы. Об гэтым необходно памятать. Грустно и трагично и накатывает на человека впечатление, потому что память о войне живут во всех народах, которые пережили эти трагические события Второй мировой войны. Единственный способ показать трагедию и преступность войны и войн – это сохранять такие комплексы. Поэтому это впечатляет, и я считаю, что это нужно и надо делать. Это очень впечатляет. Сохранение памяти о страшной войне, в которой обе наши страны участвовали – это достойно уважения. А такие комплексы, наверное, должны быть и стоять века. Вот что я по этому поводу думаю. Конечно, это очень трогательно, это волнительно. И такого больше повториться не должно. На ведывание мемориального комплекса «Ала» завершается хвилинное молчание и ускладанием кветок до братской могилы. Разом с мирными жахарами тут похованы амаль 500 загинывших червонармейцев. Даже на мемориальных плитах выбитые только их прозвищи. Что тычется именам вязковцев, они заразу докладняются в архивах и будут увековечены на специальной плите при увоходе в мемориал. А прошу того, в перспективе побачь плануется открыть яшы и невеликий музей. «Ала» – это всенародное место памяти. Приезжают сюда с семьями, с детьми для того, чтобы показать своим детям, своих внукам и рассказать о тех событиях, которые здесь происходили. Потому что, на мой взгляд, это очень важно. Подобные истории не должны повторяться. И подрастающее поколение должно знать о тех ужасах войны, которые происходили на нашей земле. Олег Сентюром, Марина Джала, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. На просторах медиа стали з'являться публикации об жадании некоторых выборщиков, а дозвать депутатов со своих участков. Кажут, что не все народные выбранники якосно выполняют поставленные задачи и включаются в решение проблем краины и людей. На эту тему мы поговорили с депутатом Палаты-працтовников Национального схода Республики Беларусь Жанной Чернявской. Она с Хойников там народилась, училась и работала. А сейчас в качестве депутата протягивает заниматься поляпшением жизни своего родного района и доверенных ее еще четырех. Вашей увазе – наступное интервью. Сейчас ставится под сомнение деятельность депутатов. Нужны вообще депутаты или нет? Чем они занимаются? Что они делают? Расскажите, пожалуйста, какое ваше мнение как депутат? Чем вы занимаетесь? Что вы успели сделать уже в этой роли? Ну да, мы уже 8 месяцев работаем в качестве депутатов парламента. И вы знаете, 50% работы, она знакома мне, потому что я раньше работала с населением, с обращениями граждан. И вот эти 50% сегодня – это и остается работа с населением, с избирателями, которые живут в моем округе. А это немало, немного – 5 районов нашей Гомельской области. И сегодня мы, когда работаем в регионах, люди много обращаются. Где-то кому-то разъяснить, где-то кому-то помочь, решить вопрос. Ну вот из последнего, что удалось лично мне, как депутату, сделать для наших людей. На территории трех районов – Хойникского, Брагинского и Наравлянского – находится Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Так сложилась ситуация, что перестали начислять пенсию тем людям, которые работают в зоне эвакуации. Значит, ну, накладка такая прошла в законодательных актах, в общем-то. И на сегодняшний день я делала депутатский запрос, работала и с департаментом ПЧС, и с Министерством по труду и занятости. И на сегодняшний день уже, значит, вопрос этот разрешен. В Хойники приезжала министр Костевич Ирина. И вопрос этот решили в пользу наших работников заповедника. Людям будет начисляться эта пенсия. И сейчас готовится предложение для того, чтобы законодательно эту норму закрепить. Потому что этот заповедник, он единственный в мире, в своем роде. Больше таких заповедников нет. И немножечко этот вопрос, ну, не учли, наверное, когда работали. И сегодня, вы знаете, люди благодарны за то, что удалось вопрос этот решить. И таких вопросов очень много. Ну и вот 50% – это решение тех обращений, которые люди адресовывают нам как депутатам. И 50% – это работа законодательная. Спортсмены за Беларусь. Ведовищная водная рэгата произошла сегодня на РЦСОЖу областным центром. У нее и приняли удел больше 60 юных весляров. Заплыв стартовал от базы спортивной детячей юнацкой школы Олимпийских резервов номер 6. На воду спустились 35 навученцев, до яких далей на шляху долучились ящик оля 30 хлопчиков и девочинок. Байдарки с державной символикой супроводжали лодки и катары со стягами. Мероприемство организовано для популяризации державной символики у патриотичных выхований юных ромадян. А так само – поддержки стабильной и мирной Беларуси. Вы же видите ситуацию какая-то. Сейчас раскололись все. Кто-то стал псевдооппозиционером, кто-то за то, что сейчас происходит. Это очень плохо. На самом деле, я призываю всех спортсменов сплотиться. Мы вне политики должны быть. Мы защищаем честь страны. Спорт должен быть всегда над политикой. Поэтому народ только вместе. Финишовали спортсмены на набережной Ракисош каля парку. Весляру на березе сустракали коллеги по инших на прамках спорту. А так само – жихары Гомеля. Завтра жихары в области могут звернуться по телефону до представников мясцовой улады. У Гомельскими облаканками на питание громадян откажет старшиня областного совета депутатов Катярина Зинкевич. Телефон для совести 33-12-37. Ох, это сейчас принимать звонки будет старшиня Гомельского городского совета депутатов Миколай Ковалевич. Номер 51-19-84. Про мои линии, які, звычайно, працуют с 9 до 12 годин. Наместник старшиня облаканками Владимир Прывалов сегодня уручил портфели и спортинвентар будущим першоклассникам Гомеля. По дарунке у лядовым палаце отримали 14 хлопчиков и девчонок, дети работников спортивной сферы и работников семьи, которые оказались в тяжкой житевой ситуации. Портфели с необходимыми для школы и активных гульня уречами для их набыли супрацовники Галины Спорту. По традиции, будущим школьникам уручили и олимпийские дзенники, которые передал Национальный олимпийский комитет Беларуси. Владимир Прывалов повиншовал детей и их батьков с початком Нового научного года и пожадал всем мирного життя. Сегодня у нас идет около 17 тысяч первоклассников Гомельской области. Мы практически, уже мне докладывают сегодня, с социальной защитой, предоставили необходимую адресную помощь многодетным семьям, сиротам категориям, всем, которым сегодня необходима эта помощь со стороны государства. И таким образом, даже эта акция «Соберем портфель первоклассников» подтверждает роль государства именно в подготовке наших первоклассников. Початок на обучальных агодах упадает с завершением оздоровленнейшей кампании. Детячие лагеры заканчивают свою деятельность, а школьники, здоровые и отпочившие, рыхтуются до уроков. Селетний сезон был непростым. Упершую чергу за пандемией COVID-19, якая вымусила узмацнить меры безопасности. Як провел лето лагер у санаторы «Василек» в Гомельском районе, доведалась наша здымочная группа. Мы прикольные ребята, мы из третьего отряда, любим шутки, любим зверь, нас явить один за всех! Санаторий «Василек» находится на балансе у Гомельских тепловых сеток. Летом тут проишли оздоровление 320 хлопчиков и девочинок, большая из их – дети супрацовников энергосистемы. Выник изладженная работа персонала лагера красомовная. У непростых умовах ее надпрацовал уседшат ирызмены. Доредша довольно насыщенная. Все смены были тематические, насыщенные разнообразными спортивными квестами, беседами. Я думаю, что детям очень понравилось, потому что с большим желанием ходили на мероприятия. Для детей созданы условия великолепные. Все мероприятия в основном проводились на свежем воздухе, за исключением, если погода нам мешала. Задачей номер один для лагера стало сопростояние COVID-19. Василёк принял беспрецедентные меры, каб не допустить захворвания на коронавирус. Головная из них – безвыездный режим работы супрацовников. Санаторый, на базе якого организовали лагер, припынив звыклую деянность. У его номерах разместили персонал. Тому пильный контроль ситуации дозволил Васильку паспяхово справиться с задачей. Дети здоровые и полные сил. Завершение оздоровленшей кампании на года задуматься о планах на наступный год. Кировництво у Пеунина. Летом 2021-го от подшинок у лагеры повинен статья «Шелепш». Мы всегда после завершения очередного сезона оздоровительного детского сразу же приступаем к подготовке уже следующего на будущий год оздоровительного сезона для детей. Это, конечно же, огромная работа проводится. Это, в принципе, ежегодно проводятся какие-то текущие ремонты как помещений для проживания детей, так и других зданий и сооружений, которые необходимы для комфортного проживания детей. Такие, как столовые, залы актовые. На территории проводится огромная работа по благоустройству. Все лето у Гомельской области працавали 15 оздоровленших лагеров с круглосуточным и 856 дзенным знаходжением. У сего за летний период оздоровились больше, как 23 тысячи детей. Миколай Скинтиян, Яуген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». С 1 вересня в Гомель з'явится новый автобусный маршрут номер 64. Он звяже шведскую горку с новым микрорайоном на улице Фядюнинского. Курсировать автобус будет по маршруте «Новое житё» в улице Пеняськово. Автопарк номер 6 вылучил две одинки рухомого состава для обслугования маршруту. Перевозить пассажира в ГТРС будет по буднях. Подробязный расклад и спис пунктов припынку можно удокладнить на горячей линии або на сайте автобусного парка. Зараз и у Хойниках. У райцентры различиться за проезду автобусе уже можно, як и у Гомели. Празмобильный додаток оплатить. Сервис бесконтактной оплаты проезда с допомогой QR-кода зробленный для зручности пассажиров. Схема покупки билета вельми простая и займае усяго некальки секунд. Не треба шукать кондуктора, рыхтовать монеты. Треба только установить додаток на смартфон и провязать до его банковскую картку. Для покупки смарт-билета необходно навести сканер у додатку оплаты на QR-код, размещенный у салоне автобуса. Зробить это можно на отлеглости до 2,5 метров. Электронный билет одразу з'явится на экране смартфона и будет утримливать всю необходную информацию. Час на быте, кошт и номер. Спявай душа. У картинной галереи Гауриила Вашчанки пройшел концерт фольклорных ансамбля славянской песни Гомельской областной филармонии. Выступление першопочатково плановалось на открытой плясосы дворыка, однако за дожжу его перенесли в помешканне, как гости отчували себе комфортно. Молодый коллектив, створенный год тому, представил слухачам годзинную программу с белорусских, русских и украинских песен. Мы играем разнообразные произведения. Русские, украинские, белорусские. Такое все народное и в такой современной обработке. Все талантливые, такие виртуозные ребята. Приятно работать. Таких дальних поездок еще не было, но все впереди. Вокальные и инструментальные композиции, наполненные национальным колоритом, переносили гостей то на вязковую в улицу, то на простор полев. Мотив кадрыл изменялся колыханкой. Балалайка и баян надавали мелодиям гучности. В связи с проведением техничных работ на антенномачтовых сбудованиях на наступном тыдне в городе Гомеле и на длеглости до 40 километров от областного центра будет припынена эфирная телевизионная и радиовещанная. Размова идет про перед часу с 2 по 4 виросни. С 9 ранецы до 5.01 вечера будет отсутствовать трансляция телеканалов агульнодастопного пакета, а так само радиостанций. Могчим у перепынки трансляции программ у некоторых сетках кабельных операторов. В случае завершения работ ранее позначенного термину деятельность передача будет обновлена. Это и так само иншая новина. Информацию об проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Добрых вам выходных днём и до новых встреч у эфиры. Де-факто на Беларусь-4 в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. В Жлобине задержали парня, который по сообщениям МВД на акциях протеста бросал тротуарные камни, арматуру в автозаке, служебные автомобили и ОМОН. Согласно видеозаписи, предоставленной ведомством 19-летний парень подозревается в том, что стал активным участником беспорядков на центральной площади в Жлобине 9 и 10 августа. Компания снимала происходящее на мобильные телефоны и размещала в интернете. В таком же погроме задержанный был замечен и возле Дома культуры металлургов. Смотри, кидают. Кидают. Щиты кидают. Я стеклинура. За что ты здесь находишься? За то, что участвовал в митинге 10 числа. Где митинг проходил? На соседях напротив ДК. Город Жлобин. Мы там с пацанами совершали противоправные действия. Какие именно противоправные действия, Евгений, ты совершал? Получается, кидались камнями и шумели, кричали. Так а в кого вы камнями кидали? Сотрудников, получается, милиции. Так делать нельзя, это очень плохо. А что еще, кроме камней, вы кидали в сотрудников с милицией? Палки там летели. Еще что? Получается, ну, всякое, бутылки, вот это вот все. Ну, булыжники, карпичи. Я очень сильно, ну, приношу извинения за то, что я делал. Я был неправ. Действием юноши-исследователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок и активное участие в них. Фигурант дважды был судим за кражи, привлекался к ответственности за бесправное вождение, совершение ДТП и оставление места аварии. Вели охоту за сортовой кукурузой. В Житковическом районе милиционеры задержали двух мужчин из деревни Ольшан и Брестской области. Они приехали в Беларусь на автомобиле ВАЗ, чтобы провернуть нехитрое дельце. Но кражу заприметил хозяин поля и набрал 102. В сетках у криминального тандема оказалось 440 килограммов початков сортовой кукурузы. Оказывается, она ценится у перекупщиков. Сбыть ее можно без труда и быстро заработать на продаже. Гастролеры задержаны, автомашина поставлена на охраняемую стоянку. Похищенное имущество возвращено владельцу. В Гомеле пожарный извещатель спас жизни двух человек. Возгорание произошло накануне в квартире жилого дома на улице Привокзальной. Хозяйка услышала звук пожарного извещателя, разбудила сына, вместе с ним покинула задымленную комнату и вышла на улицу. Прибывшая на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание. А сына женщины госпитализировали медики. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Всего на территории Гомельской области за минувшие сутки было три пожара. Два человека спасены, один травмирован, повреждено одно строение. Так, в деревне Симоне Челеческого района хозяевам теперь придется потратиться на приобретение нового дивана. В результате пожара тот выгорел и теперь непригоден для использования. В комнате также обгорели стены, а все из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Инспекторы МЧС проверили пустующее строение и заброшенное здание в Чечерском районе. Цель рейда заключалась в выявлении аварийно-опасных объектов и принятии мер по недопущению проникновения молодежи в ветки постройки. Такие объекты были выявлены в деревнях Беляевка и Несимковичи. На пути спасателей встретились здания с выбитыми окнами и сорванными из петель дверями. В некоторых подвальное помещение местные использовали под свалку. Работники МЧС проверили также и пустующие дома частного сектора, по результатам чего направили владельцам письма с требованием об устранении нарушений. На сегодня все, оставайтесь на Беларусь 4, увидимся. Неудачники полуфиналов разыграют бронзу. После состоится матч за кубок. Билеты на поединки можно приобрести в кассах Ледового дворца. Гомель пять раз в своей истории становился обладателем трофея. Кубковые баталии развернутся в ближайшие уикенды в Жлобине. Тут трофеи разыграют женские гонбольные команды. Поединки будут проходить в зале игровых видов спорта местного центра Олимпийского резерва. В субботу 29 августа пройдут полуфиналы. Первыми на арену выйдут Бенту Белас и Витебчанка. Этот поединок стартует в 14.00. В 16.30 начнется противостояние Гомеля и Городничанки. Матчи за награды пройдут в воскресенье 30 августа. Бронзу разыграют в 13.00. Спор за главный трофей начнется в 15.30. Все поединки в прямой эфире можно будет посмотреть на сайте Белорусской Федерации Гонбола. Действующим обладателем Кубка Беларуси является Гомель. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу на повестке 1.16 финала команды из Гомельской области свои матчи на этой стадии проведут 29 и 30 августа. В субботу Светлогорский химик ждет в гости представителя высшей лиги Брестский рух. Спустя час в Гомеле начнется поединок между Локомотивом и еще одним обитателем элиты национального чемпионата Слуцком. Еще один субботний матч противостояния волны и Мозырской славе. Игра пройдет в Пинске. В воскресенье борьбу за трофей продолжат еще три коллектива из нашего региона. В Речице сыграют местный спутник и Белшина. Житковический миллиоратор из второй лиги на своем поле будет противостоять чемпиону вышки Брестскому Динамо. Гомель за путевку в следующий раунд поспорит с солигорским шахтером. Игра будет проходить на поле стадиона Центральный в нашем областном центре. Отмечу, что все поединки 1.16 финала Кубка Беларуси будут проходить без зрителей. В Гомеле сегодня стартовал Кубок Беларуси по пляжному волейболу. Турнир проходит на площадках стадиона Луч. В заявке турнира 26 мужских и 13 женских пар. Победители станут известны 30 августа. Параллельно там же проходят и детские республиканские соревнования «Солнечный мяч». Тут сильнейших назовут завтра. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.